Таджикистан Таджикистан Дилшот Акрамов занимал должность начальника главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана, на которую был назначен в начале июля месяца. До этого он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента. По некоторой неофициальной информации, опубликованной узбекскими пользователями Фейсбука, будучи главой управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, он принимал активное участие в фабрикации уголовных дел в отношении соблюдающих религию мусульман и является непосредственным виновником множества загубленных судеб. На пресс-конференции, произошедшей 3 августа, министр финансов Таджикистана Файзидин Кхорзода сообщил журналистам об изучении правительством страны новых моделей кредитных предложений для привлечения средств на достройку Рагунской ГЭС. По его словам, в настоящее время из-за ранее вырученных 500 миллионов долларов за счет продажи евробондов поэтапно выделяются средства на реализацию проекта. Часть оставшихся средств будут выделены до конца текущего года. На реализацию проекта требуется более 4 миллиардов долларов. На 500 миллионов долларов продано евробондов. Однако обслуживание ценных бумаг требует определенные затраты. Для привлечения капитала на эти цели правительством республики изучаются кредитные модели, которые предлагают инвесторы, подчеркнул министр. Запуск первого агрегата Рагунской ГЭС запланирован на начало ноября 2018 года, о чем неоднократно говорилось в заявлениях президента Рахмона. А в апреле 2019 года должен заработать второй агрегат. Ряд специалистов считает, что если Таджикистану и удастся запустить две турбины Рагунской ГЭС, то они будут работать в холостом режиме. Поставки таджикского электричества в Пакистан и Индию через Афганистан в сравнительно больших объемах станут возможны только после передачи в эксплуатацию высоковольтной линии электропередачи, входящей в региональный проект КАСА-1000, а также ряда других инфраструктурных энергетических объектов, строительство которых еще не начато. ЛЭП планирует создать в эксплуатацию в 2022 году. Один из экспертов по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев в своем интервью в Вестнику Кавказа заявил, что к проекту КАСА-1000 очень много вопросов, которые не могут быть решены быстро. КАСА-1000 – проект по переброске электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан, Пакистан и Индию, предложен и лоббируется США. На пиар этого проекта американцы потратили несколько миллионов долларов, что на самом деле для такого проекта копейки, поскольку сам по себе он довольно дорогой. На строительство ряда ЛЭП, промежуточной инфраструктуры для транспортировки излишков киргизской и таджикской электроэнергии в Афганистан, Пакистан и Индию нужны немалые средства. Не все названные государства реально участвуют в той или иной степени в данном проекте. Только в Таджикистане и Киргизии построен ряд объектов на гранты различных организаций. Речь о поддельных подстанциях, участках ЛЭП. Но у Киргизии и Таджикистана существует серьезный риск дефицита электроэнергии в зимнее время. Душанбе обещает нынешней осенью запустить первый агрегат Рагунской ГЭС. Но он не решен полностью вопрос по продолжению ее строительства в контексте взаимоотношений с Узбекистаном, считает Князев. Эмма Мали Рахмон подписал проект поправок в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, ужесточающий наказание за публичный призыв к терроризму в интернете и публичное оправдание террористической деятельности в соцсетях. Данные поправки ранее были приняты Нижней Палатой Парламента и одобрены Верхней Палатой Парламента страны. Об этом 4 августа сообщила Пресс-служба президента. Согласно новым поправкам за публичный призыв к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. За последние 3-4 года в Таджикистане за лайки и репосты на длительные сроки были осуждены несколько пользователей соцсетей. Следует заметить, что соцсети являются единственным источником объективной информации для жителей Таджикистана, хотя власти блокируют множество неугодных. Несмотря на это, сознательные и небезразличные к произволу, происходящему в отношении жителей страны таджикистанцы, распространяют информацию, за что в итоге оказываются лишены свободы. Напомним, что внесение подобных поправок в УКРТ происходит далеко не впервые. На протяжении десятилетий режим вносит различного рода поправки в Уголовный кодекс страны касательно борьбы с так называемым терроризмом и экстремизмом, что каждый раз расширяет возможности спецслужб в интерпретации норм закона, в устранении накомыслия и предотвращении исламского пробуждения в стране.